Ну вот, дорогие друзья, очень рада всех видеть. Большое спасибо, что пришли в этот летний день. Не купаться пошли, не еще что-нибудь, а именно слушать замечательную презентацию, которую я очень предвкушаю много хорошего и интересного. Виктор, пожалуйста. Спасибо за напоминание. Я сейчас делаю всем мюд и одного Виктора анмюд. Спасибо большое. Спасибо, Вита. Сейчас, Виктор. Виктор, ты можешь делать себя анмюд. И у всех есть такая возможность. Просто я прошу всех остальных не пользоваться. Спасибо, Вита. Спасибо. Спасибо. Особные стихи я в последнее время пишу. Этот написан в конце мая. И многие говорят, что после Освенцима, после Мариуполя стихи писать нельзя. Но вопрос вообще так не стоит. Мы их пишем, те, кто пишет, хорошие, плохие, разные, мало-много. Мы их пишем, потому что не можем не писать. Вот и все. Мы их пишем не для кого-то. Мы пишем для себя, для ближайших друзей, вот для тех, кто будет слушать. Вот для вас. Ну вот. А поскольку я полжизни живу в Соединенных Штатах и приехал я из Советского Союза, я, естественно, пишу по-русски, потому что по-английски, пожалуй, писать мне невозможно и неинтересно. Ведь ты же пишешь опять же, потому что интересно, кто же будет писать скучные вещи. Вот. Конечно, это не всегда получается. После Крыма я ничего не писал. Несколько лет. Практически ничего. А после 24 февраля я написал более 50 стихотворений, то есть почти каждый день. Сейчас уже меньше. Это я просто отчитываюсь перед вами, чтобы вы поняли такую динамику, которую, конечно, нужно сказать, я бы хотел, чтобы этих стихов не было. Понятно. Но мы бы много хотели, чтобы не было. История нас не спрашивает. Вот оно все идет. Вот. И это тоже стихийный процесс. Если бы я был в другом месте, я, может быть, писал бы по-другому. Если бы я был в Украине или в России, конечно, я бы не писал или писал бы по-другому. Но вот мой отчет. Я все, наверное, 50 вам сегодня не прочту, но я собрал большую часть из них где-то в начале июня в книжку. И эта книжка вышла. Ее издал мой друг в Шотландии, великолепный издатель. Потом я могу про него особо рассказать с подробностями. Я думаю, что он посмотрит эту передачу. Он и по-русски понимает. Он полимат, издает на всевозможных языках. И он издал Майкл Эверсон. Он издал несколько моих книг. И вот это последнее, которое он... Значит, он свои книги продает на Амазоне. Это print-on-demand, вроде как Лулу. И все доходы от этого я попросил его отдать на Украину, на фонд, который я ему укажу. Доходы, конечно, зависят от продаж. Тиража нет. Это print-on-demand, POD. Ну вот, такая технология. Я сейчас сделаю шер-скрин и покажу вам несколько слайдов. Не так много, неполная книга, конечно, будет в слайдах. Шер-шер. Вот я начну с начала. Это PowerPoint. Секундочку. Вот название книги «Вскипает лава». Это строчки из одного стихотворения. Там есть разные стихи. Есть даже и песни. Кое-какие из них даже были уже спеты. У края бездны Украина, где тьма и мгла. Сжимая меч, стоит едино средь моря зла. Мы знаем все о рабской доле за сотню лет. Сейчас одно есть слово. Воля. Да будет свет. Сейчас стихотворение – это небольшая книжка. Многие такие брошюры издают, но у меня был другой немножко замысел. Лава, тектоника, вулканическое извержение привело меня к мысли, что я могу эту книжечку подверстать и другие свои стихи. Не для того, чтобы увеличить объем, а для того, чтобы сделать геологический срез. Я нашел ряд избранных стихотворений о том же – о тирании, о свободе, о войне. Оказалось, что я пишу об этом 50 лет подряд с некоторыми перерывами в разных странах, где я жил. Я жил в основном в Сибири, потом в Туркмении 10 лет, 11, и потом в Соединенных Штатах. И оказалось, что есть и вещи, написанные даже в Украине, потому что мои родители, мамы мои жили в Кривом Роге, и моя семья отца из Одессы. Мы бывали там каждое лето в детстве из Новосибирска. Я не бывал там с юности, но в последний раз, когда я там был, я написал там забавную пьесу, которая тоже вошла в эту книжку. И я об этом тоже скажу. 25 февраля я написал первое стихотворение из этой книги. Страна разрывает страницы свои, Война расставляет все точки над «и», Следами от русской шапнели, Там, где мы гуляли и пели, Там, где криворожское детство мое Славянские буквы смешало, Из древних времен золотое копье Вонзается груды металла. Из мрака на свет не рождается враг, Удушен своей пуповиной. На дно океана, где крейсер «Варяг» Спускается остров змеиный, Кольцуется хвост между зубами змеи, И точка двойная над киевским «и» Дрожит в окуляре прицела, Душе непривычно без тела. Спускается снова февральская ночь, И красен рассвет в фермопилах. Молитесь же с теми, кто может помочь, Молитесь за тех, кто не в силах. Вы все знаете, что мы все чувствуем. За эти пять месяцев, почти пять уже, Мне пришлось получать много писем и звонков, Как и всем вам из Украины, Из Америки, Гораздо меньше из России. Я никогда не думал, что я вспомню Слова Мартина Лютера Кинга. Мы забудем слова наших друзей, Но мы запомним молчание наших врагов, Мы забудем слова наших врагов, Но мы запомним молчание наших друзей. Вот это оглушительное молчание, Это astounding silence друзей, Не тех, которые в России, А тех, которые здесь, за пределами. Вот это было для меня, Если не травмой, То, по крайней мере, большой неожиданностью. Потому что, когда я пишу эти стихи, Я рассылаю их на 300 адресов. У меня список рассылки, И большинство из них не в России. Ответов от многих людей я так и не получил. От тех, от кого я ждал ответов. Книга эта сложилась, Это предисловие из фрагментов, Как геологическая структура. Верхняя часть – это лава. 40 стихотворений, Они написаны с февраля по июнь. Они о войне, о горе, о гневе, Которые я разделяю. Здесь я задумался, Какую цифру написать, С каким количеством людей я разделяю. Это горе и гнев. Как ученый-натуралист, Я делаю консервативные оценки. Я написал десятки тысяч. Ну, конечно, я буду рад ошибиться. Я думаю, что эта фраза является примечанием Ко всему, что мы сейчас говорим и думаем. Мы будем рады ошибиться. Ко многому. Дальше спорный тезис, Который еще-еще кажется мне справедливым. Я буду рад ошибиться, Если мы не последнее поколение Тех, кто говорит на имперском русском языке, Волнами эмиграции, Унесшие его по всему миру, Для тех немногих, Кто будет нас читать, Как сейчас читают латынь. И дальше в эту же книжку Я подверстал ряд довоенных стихотворений. Теперь мы можем говорить довоенных. Будущее покажет, Назовут ли эту войну Третьей мировой. Многие уже называют. Многие подмечают, Что в начале Второй мировой Тоже была только Польша. Сначала и Чехословакия. Неважно, как называть. Но был у нас довоенный период, Кажется, самый для нас, Для нашей группы цивилизационной, Самый довоенный, Самый мирный За последний век. И вот здесь я откопал, Они опубликованы, Но пара юношеских опытов. Мы их называли фарс, И мы ставили их с друзьями на сцене. Об этом есть подробные воспоминания. Кому интересно, я пришлю опубликованы. Один был, я написал, в 18 лет, В 73-м году. Мы называли это фарс, Небольшие пьески, Чтобы можно было играть на театре, На студенческом. Была повесть о поисках преемника, Кровавым царем, про Крустом. А второй вообще был про Нерона, Который от скуки сжег Рим. И вот этот я как раз написал С родителями, Когда мы жили в палатке, В Каролино-Бугазе. Многие знают это место, Где сейчас падают российские ракеты. Я покажу картинку. История отходит по кругу. Как геология. То же самое, Только растяните на миллионы лет. Геологические породы состоят Из вулканических извержений, Застывших лавою. И осадочных пород. И тектоника все это еще взбрасывает, Смешивает, преобразует. Получаются метаморфические породы. Но куда же девать надежду? Глоток надежды – Это все, что нам осталось. По-моему, это фраз. Глоток надежды – Это была такая книга, Я не помню. Кажется, в серии Пламенный революционер. Нельзя не надеяться. Даже когда язык уходит из-под ног. И вот одна вещь, Которую я заметил. Я немного читаю сейчас других, Что пишут другие по-русски. Я просто не успеваю. Но мне кажется, Что многие это чувствуют И пытаются об этом написать. Язык уходит из-под ног. Конечно, невозможно нам Перестать писать по-русски. Многие перестают. Многие из эмигрантов Имеют этот выбор. Те, кто не пишет стихов. Но я же не имею этого выбора. То есть мне нужно либо замолчать, Либо продолжать. Вот я продолжаю. А когда я продолжаю, То то, что пишется, Само собой, Опять же, я настаиваю, Что написание стихов Не имеет конкретной Звободневной цели И даже тематики. У меня, по крайней мере, так. То, что пишется, Оно само собой Старается обособиться. Я себя с Набоковым не сравниваю, Но кажется, Что у многих из нас Сейчас наш врожденный язык И средство общения, Коммуникации, коллективного Становится средством индивидуальным, Как какой-то инструмент, Который мы настраиваем, И играем на нем уже свою мелодию, Пока мы живы. Потому что с 24 февраля Уже нужно, Если не отказаться, То, по крайней мере, Определиться, На каком языке И о чем ты пишешь, И какими словами. Я заметил, Что огромное количество слов Теперь требует просто гиперссылок. Хотя бы слово русский. Не говоря уже о многих тысячах других. И об этом я тоже пытаюсь писать. То есть получается такая рефлексия, Но мне пригодились мои инструменты, Которыми я и писал раньше, Потому что я писал стихи нарративные, Некоторые говорят философские, Но это не мне судить, Но, по крайней мере, Скажем так, Достаточно серьезные. Песня «Слепого лирника» Посвящена моему другу Сереже Камышану, Который сейчас в Киеве. Он химик. Мы с ним вместе играли Как раз в этих фарсах. Он играл царя прокруста. И потом мы писали Такие шуточные песни Слепого лирника Сорок лет назад студентами. «Звени непокорная лира Под голос небесной струны На карте сверхнового мира Во время всемирной войны. Сквозь гнойную вонь преисподен Открыт мой сияющий взгляд Тем строкам, что Зевс или Один Всю жизнь в мои уши твердят. Кислотные мерзкие яды Вливаются в душу мою, Где слов боевые снаряды Взрываются в ближнем бою, Где запахи тлена и дыма Сплавляются с плазмой огня, Где времени плоть ощутима, И песня течет сквозь меня». На этой картинке крепость Аккерман. Это турецкое название, Белый город Аккерман. Он же Белгород-Днестровский, Соединенный мостом, Ныне взорванным во время войны, С огромной длинной косой, Которая ведет к Одессе. Там мы с родителями провели Несколько сезонов Туристами в палатках, И вот именно там-то я на берегу И написал вот этот фарс, Потому что у нас была Одна книжка с собой, Я прочел ее, перечел несколько раз И стал писать свое собственное. Мне было 19 лет, А книжка была, между прочим, «Синенький том» Булгакова. Тот самый. С «Белой гвардией» Театральным романом. Это мои дедушка с бабушкой. Илья Яковлевич, Илья Яковлевич, Илья Яковлевич, Илья Яковлевича Далиевна, Сто лет назад в Одессе. Дед был после революции Детским доктором в санатории В холодной балке. Вот здесь есть старое фото На берегу, под Одессой. Он эвакуировался с семьей, Моему папе было 11 лет, В августе 41-го, Под немецкими бомбами, Через море в Новороссийск, Потом в Томск, Со своим санаторием. Так семья попала в Сибирь. Дедушка с бабушкой Меня воспитали. В 4 года они научили меня читать И посадили на диван, Чтобы я не мешал. Там я и сижу. Здесь любопытная картинка, Сравнивающая Украину с Америкой. И я заметил, Что как раз от Торонто Примерно до Одессы. Простирается Украина. Это большая страна, Как мы знаем. Поэтому я себя украинцем Никогда не считал. Я нигде, ни в каком воздухе Не переобувался. Но когда Первый месяц войны На заправке Меня спросили, Откуда вы? Услышал мой акцент. Я не смог сказать, Как я всегда говорил, Что я эфрам Раша. Я сказал, что я родился в Украине, И мне пожали руку. Я действительно там родился, В кривом роге. 23 февраля Много имен мне не очень известных Подписали письмо В поддержку спецоперации. И среди них был Евгений Рейн. Потом мне сказали, Что может быть он уже слишком старый, Его заставили, Или за него подписали, Но это же не важно. И он писал вот что. О чем лепечете вы, Бывшие витии? Куда вас завела Имперская стезя? России больше нет. Нет прошлого России. И будущего нет. И быть ему нельзя. Мицкевич Вам писал Две сотни лет назад. Протрите взгляд И сохраните честь. Но вы замкнули слух. И вот дорога в ад Открыта для страны Палаты номер шесть. Вы предали ее Ахматову свою. Еще вчера могли Спасти вы ваши души, Но вам опять нужна Одна шестая суши. И я бесовские личины Узнаю. Пока еще перо Сжимается в руке. Пока толпитесь вы У дьявольского трона. Я проклинаю вас На русском языке. Мы сохраним его В руинах Лавелона. А потом я написал песню. Ее спела Замечательная израильская Бард Варела Миламет На одном из наших Предыдущих заседаний. Здесь у нас был Пуримшпиль 20 марта. Есть запись. Я петь не буду, конечно, Но скажу слова На мотив прощания Славянки. Под крылом Синежелтого паруса Отправляемся мы На войну. Солнце мартовское Светит яростно В черноморскую Нашу волну. За Елену, да не за Троянскую, За отчизну, За дом, за семью, За загадочную, За славянскую, За еврейскую Душу мою. Вставай и не прощай, Вернуться ко мне обещай, Вскипает лава Героям слава, Нам не пора Пока что в рай. Взяли орки Неверные векторы, Убивая детей и селян, Поражают ахиллы И гекторы, Голиафов И филистимлян, Нам не пасть Под российскими градами, Но мы встаем Из весенней зари. Одиссеи свои С илиадами Нам еще пропоют Кобзари. Вставай И не прощай, Вернуться ко мне Обещай, Вскипает лава Героям слава, Нам не пора Пока что в рай. 7 мая Российские Крылатые ракеты Разрушили дом-музей Григория Сковороды И самого Замечательного философа Я не думаю, Что только Украины. Скажем, Бывшего СССР. Немного было философов Вообще-то В 18 веке В бывшем СССР. Взор усталый К небу подымая Ты найди На краешке звезды Уничтоженный 7 мая Дом Григория Сковороды Ты не спишь Десятую неделю Бедная Бродячая душа Беженкою В чьем-то Новом теле По дорогам Вечности Спеша Не назначен Срок Твоих Скитаний Солнце Встанет Над убитым Днем Это Испытание Огнем Не последнее Из испытаний Но статуя Сковороды Чудом Уцелела Человек Религиозный Увидел бы В этом Знак Мне хочется Видеть В этом Знак А это Уже Фантазия Мой Крым Это Крым Волошина Крым Грина Крым Цветаевой Крым Коктебеля Крым Аксенова Если угодно Это Мой Я был Там Однажды В жизни Крым Набокова Конечно Когда Затишье Перед Взрывом Плывет Над Керченским Проливом В пролетах Крымского Моста Я Вглядываюсь В те Места Где Прекращает Жизнь Свою Береговая Батарея И Грин Из Дальнего Гильгию Стоит На Палубе У Грея Я Снова Вглядываюсь В тьму Туда Где Поражают Цели Где Новый Варвар В Коктебеле Царит В Волошинском Дому Тот Самый Тот Кто Стал Никем Исчезнув С карты Окискифы Где Понт Эвксинский Бьет Арифы А трупы Ядерных Трирем Трирем Трирема Это Древний Гребной Военный Корабль В начале Марта В моем Университете Мы Организовались С моими Единомышленниками Группу Выступлений По-английски Для того Чтобы Просвещать Наших Студентов Преподавателей Местных Жителей Я Нахожусь В Западной Вирджинии Где Нету Не то Что Русских И Украинских Но В общем-то Даже Еврейских Людей Здесь Знают Про Украину Очень мало Здесь живут Хорошие Христианские Люди Которые Всегда Хотят Помочь Я Очень Многих Знаю Я здесь Живу И преподаю В университете 26 лет Маршал Университете Вест-Вирджинии И вот Мы 20 недель Подряд Ведем Такую Передачу По часу Все это Есть На Ютьюбе Все записи Мы Называемся М. Юкрейн Мы приглашаем Всевозможнейших Докладчиков Экспертов Не только Академических Профессоров Людей Из Украины У нас были Беженцы Которые Находятся В Европе Были Экспаты Которые Бежали В Грузию В Финляндию Уехали Было Уже Очень много Народу И мы Продолжаем Это Я с удовольствием Всех Приглашаю Кто Может И хочет Что-то Сказать Вот Некоторые Из наших Участников Слева Внизу Катерина Шрей Украинска Американского Происхождения Профессор Отец Который Бежал Из Львова Во время Войны Ну и еще Последнее Стихотворение Вы видите Здесь Смолевича И Хлебникова А в середине Неизвестный Никому Человек Это Николай Бурлюк Брат Давида Замечательный Поэт Дорога От кровавых знамен Первого мая Есть в гиенну Дорога Прямая И ее верстовые Столбы Забивают Немые Рабы Бей Сильней Арестантская Рота Асфальтируй Сошествие В ад Казимир Открывает Ворота С детства Вьевшийся Черный Квадрат Где чудеснейший Коля Бурлюк Был расстрелян В Херсоне В двадцатом Одиссея Взгибается Лук Напрягая За атомом Атом Вели мир С РПГ За спиной И архангелов Меткие Стрелы Изгоняют За наши Пределы Издевающихся Над страной Издевающимся Над миром Тем, чья я Хуже Мертвого Сна Есть В гиенну Дорога Одна Зарисованная Казимира Спасибо И на этом Я закончил Первый сегмент Своего выступления Стихи читать Особенно Такие Долго И плотно Очень трудно Я с удовольствием Выслушаю Любые вопросы И отвечу на них И я могу Читать Еще И из этой книги В основном И рассказывать Сколько угодно Спасибо У меня есть Вопрос Давай На правах Ведущие Спрошу Можешь Пожалуйста Рассказать Об одном Или двух Об одной Или двух Передачах Из того Что вы ведете Университет Которые Лично На тебя Произвели Наибольшее Впечатление Выступающие Личности Люди Передачи Выбрать Очень трудно Потому что Личности Очень разнообразные Ольга Щетинина Если я не ошибаюсь Беженка Из Донбасса Потом Беженка Из Киева Она Рассказывала По-русски Она находится В Германии Мы нашли Ее через знакомых Мы всех Находим Через Знакомых И люди Соглашаются Выступить Не все Могут Говорить По-английски Ольгу Мы переводили С русского Мы можем Переводить И с украинского Катерина Говорит По-украински Поэтому Нам это Не приходилось Пока делать В основном Люди Хотят Говорить По-английски Те Кто Хочет С нами Говорить Ольга Рассказывала Значит Так Она была Свидетельницей Но она Не все Видела Сама Но ее Друг Жил В Буче И у него Была камера Видеонаблюдение На которой Было очень много Всего записано Такие записи И такие данные Не попадают В прессу Он буквально Видел Как российские Солдаты Устраивали Сафари На местных Жителей То есть Не он Видел А камеру Он вообще Его дома Не был Ольга Сама Рассказала Как она С двумя Детьми В машине Бежала Из Донецка В свое Время В 14 Году Где ее Чудом Не Где она Чудом Не погибла Надо сказать Ну у нас Наши выступающие Делятся примерно На три группы Мы их делим На Исследователей Комментарии Профессорского Типа У нас было Несколько Очень интересных Американских Исследователей Которые работали В Украине Был археолог Возивший Студентов В Каменец Подольский Был экономист Работавший В Харькове Изучавший Городское Строительство Застройку Харькова Знаменитую Модерн 20-х годов Много было И узких И широких Специалистов Вторая группа Это Конечно Свидетели Айвитнес Аккаунтс И третье Мы называем Как бы Калчурал Калчурал Аккаунтс Или Бэкграунд Но Мы интервьюруем Всех людей Вот нашего Типа Кто уехал Из Украины В детстве Или в юности Кто имеет Связь Вот Гриша Яблонский Выступал С такими Вещами Игорь Михайлович Каплан Многие фамилии Вам известны Дина И Лена Перепелицки Мои друзья Сестры Близнецы Дина Перепелицки И Лена Кемеблот Из Нью-Джерси Вот Они помогают Тоже Все они Конечно Делятся Своими Историями Впечатлениями Друзьями И тем Что происходит Сейчас Вот Поэтому у нас Получается То что я Довольно Нескромно Называю Хроникой Текущих событий Хотя мои Американские Коллеги Не знают Этой ссылки Но это и есть Хроника Текущих событий За пределами Новостей Мы даже не делаем Мы не успеваем Делать Дайджестов Новостей Это все Более-менее Так знают Кроме того Наши Мы находимся На платформе Библиотеки Это очень удачно Потому что Никто ни с кем Особенно Не конкурирует Ни гуманитарий С политологами Никто ни с кем Мы делаем Как-то по-русски Live Fit В общем Живую ленту С радио Свобода Оказывается Радио Свобода Существует по-английски Я в жизни На фонды Но на людей Многие из которых Это дети моих друзей Они работают И в Америке И в Украине И в Европе У нас была женщина Недавно из Швейцарии Которая рассказывала Как швейцарцы Помогают беженцам Это интересно Швейцария не может Давать военную помощь Судя по своему Нейтральному статусу И даже когда Она снабжает Медицинскими товарами Она упомянула Что в Донецке Швейцария снабжала Медицинскими товарами Обе воюющие стороны Это любопытная история У нас есть группа помощи Врач Сын моих друзей Из Апстейта Нью-Йорка Он ездил уже несколько раз Через Польшу в Украину Доставлял инсулин Такие все вещи Что нельзя послать по почте Доставлял медицинские инструменты Они собирают деньги Формас и спецботинки Для пожарников Оказывается У украинцев Чрезвычайно не хватает Просто ботинок Чтобы тушить пожар Они в кроссовках В огонь Бегают Вот такие вещи Это мы постоянно Про это напоминаем Были волонтеры Которые ездили в Украину У нас была одна американка Прямо из нашего штата Которая пробыла там год Еще давно На корпусе мира Волонтером корпуса мира Были у нас литераторы Татьяна Вольцкая Согласилась с нами Говорить Ему устроили Литературный вечер Татьяну Вольцкую Многие знают Она бывший корреспондент Свободы По Петербургу И на агент Она уехала в Грузию Весной И она читала стихи А мы читали переводы Ее стихов В частности Яна Кане И Гарри Лайт Читали И Дмитрий Манин В общем Все это Наполняет меня Если не надежды Это по крайней мере Желанием это делать дальше Это трудно назвать оптимизмом Но Одна из Интересных вещей У меня не было времени Искать кто еще это делает Но мне пока никто не сказал Чтобы кто-то еще Такую Группу организовал Мы говорим это подкаст Гарвард делает нечто подобное У них есть Институт изучения Украины Но у Гарварда конечно Другие возможности И ресурсы Людские Чисто У нас выступал Совершенно замечательный Александр Мотыль Кто не знает Мотыля Или Мотыля Я очень рекомендую Он американский Украинец У него блог Он пишет все время В журнале The Hill Он художник Писатель Александр Джей Мотыль Я все время Ставлю его в Facebook В свой Facebook У меня никогда Не пользовался До войны Практически Я не видел В нем необходимости Но сейчас Он стал Очень хорошим Орудием Коммуникации Жаль только Что когда Напостишь Несколько Постов То остальное Все сразу Уходит Куда-то В архив И там Коммуникации Но я всех Приглашаю На Не только На наш Facebook Но по крайней мере В записи Смотреть нашу Передачу Единственное Ограничение Там Что мы Не записываем Никого Мы все делаем Живьем Нам пока Не приходилось Записывать А живьем В пятницу В час дня Это не для всех Удобно Мы специально Сделали днем Чтобы можно было Живьем Давать Украину И Европу Израиль Вот Но У нас Будет вот Девушка Музыкант Из Днепропетровска Которая живет В Австралии И по австралийскому Время Она сказала Что на пианино Играть громко Потому что Соседей разбудишь Поэтому она Пришлет нам Запись Украинской музыки Из Австралии Я случайно Нахожу людей Очень многих И многих Мне рекомендуют Причем Очень Мы не стесняемся Я написал Юлию Латыниной Но она Извинилась Что к сожалению Она занята Нас связали Друзья А вот зато Мы достали Валентина Осечкина Из Парижа Которая у нас Тоже есть В записи Со своими новостями Все знают Осечкина ГУЛАГу нет Вот Из России У нас никого Не было Но мы И не приглашали Извините Я на правах Тогда Кого Хоста Если Вита на правах Мой вопрос Отвечен Саша Давай Вот вы Сказали О довоенных Стихах И нашем Славном Довоенном Времени Ну вот Известно Что всеми Нами Любимый Бахыт Кенжеев Выпустил В 15 В 15 Книжку Книжку Стихов Которые Назвал Довоенные Для него Война Началась В 14 А как Вы проводите Границу В 14 Сказать Мой Можно сказать Что это Регрессия В юность За счет Травм Пожалуйста Как хотите Но результат Есть Почитать еще Стихи Или еще Вопрос Какой-нибудь Есть Распад Я с удовольствием Стихи Попад Распад 3 апреля Военные стихи Нужно датировать Не обязательно Но Они у меня Все датированы И они Всегда Раньше Датированы Империя Кончает Самоубийством В прямом Эфире На русско-всемирной Войне Пушкин и Бродский Разлетаются Мраморной Крошкой Но не в Тире А в Мариуполе Чернигове И Ирпене Сгнившие Скрепы Разлетаются В щепы Превышая Скорость Света И тьмы Догорают Страницы Учебников Вспоминаются Хлебников Прятавшиеся В Харькове В психбольнице Сто лет назад Вычисляя Свои алфавиты Звезд Империи И птиц Периоды Полураспада И рая И ада Разве Мы не знали Что ад Не имеет Границ Но ведь Нам обещали Не ад А рай На земле Где и когда Закончится Начавшееся Феврале Вот недавнее Июньское Расскажи мне Что там В двадцать третьем Году Что за птица Поет В Гефсиманском Саду Или мы В путешествии Этом Угодили В иной Арборетум Нас Вавилов Не вывел Что твой Моисей В те поля Зерновые Где ни жени И ни сей Век Двадцатый Рабов Своих верных Вскормил Кровяною Окрошкой Из слов И чернил Двадцать первого Века Гнилая Порча Расползется По ниткам В руках Палача Голый Век Без приюта И крова Доползет ли До двадцать второго Стратиграфия Это геологическая наука Изучающая Вот эти самые Осадочные слои Стратиграф будущий Поднявший Наши Страты Сквозь Вихрь Периодических Таблиц Не разглядит Ни выражения Лиц Ни стихотворных Строк Ни боли Ни утраты Но Через Оцифрованную Тьму Он занесет Мои координаты В мельчайшие Бессмертные Квадраты Подобные Малевичевскому И на асфальте Детскими Мелками Начертит Контур Мировой Войны Где В спектре Звезд Сгорает Наше Пламя И даты Жизни Не Уточнены Вот стихотворение В котором нету Собственно Военных Мотивов И событий Оно посвящено Нашему Не только Моему Но Всех Поэтов Наших Доброму Другу Игоря Михайловичу Каплану Игорь Если ты будешь смотреть записи Вот стишок Посвященный тебе Называется «Каждое утро» Он состоит из двух частей Слова толпятся с утра Как птицы Подымая разум к новому свету Перекликаясь А им толпиться до пробуждения И до сознания не запрещается Там знаков нету дорожных Или же припинания Там звуки еще не стоят В гортани Комком не высказанных Сочетаний Там ни букв Ни цифр Еще не видно Там ни алгебр Но и ни алфавит Но Но это привычно И вовсе не странно Что день начинается С этих слов Вплывающих Точно стайка мальков В ямку, сделанную в песке На побережье Океана Я не могу Остановиться Когда слова Идут Как лица В толпе метро Так бесконечно Беспечно Безвозвратно Мне Словно пловцу На глубине Увидевшему горсть Камней Пусть полудрагоценных Надо их ухватить Усилием взгляда Все пристальнее И сильней И светом памяти На дне Во влажной тьме Лежат Оне Фантазии И минувших лет Свидетельства Свидетельства Которых нет Нет времени Первое мая В стихи стекается Все, что лежало Не мертвым грузом Но живым Волошинский Опустошенный Крым И тусклый Блеск Кавказского Кинжала Из школьных Лермонтовских Строг И варваров Приветствовавший Блок И Пушкин В Марьеве Имперском Как не смешать Божественное С мерзким Какой хроматографией Разъять Расставить Пятна слов Как перестать В глухой ночи Всемирного Психоза Гармонию Подспудного Гипноза Наклеивать На разум А стекло Что есть То есть Что было То прошло И масса Наших слов Мертва Отныне Нет времени На сорок Лет В пустыне Ну вот Можно сделать Еще Паузу И задать Вопросы Пожалуйста Давайте Вопросы Друзья Не стесняйтесь Я многих Здесь не знаю А многих Знаю Плохо Слышно Кто Говорит Юра Очень Плохо Слышно Поближе К микрофон Сейчас Встану Я сегодня Микрофон А сейчас Лучше Чуть-чуть А Немного Книги Где она Линк Она будет На Амазоне На следующей Неделе И Линк Мы повесим На запись Вот этой Передачи Все Нажимайте На Амазон Заказывайте Книгу Это Принт Демант Всем Рекомендую Распространять Да Извините А Как получить Автограф На книге А вот это Сложнее Потому что Тогда нужно Либо Купить ее У меня У меня Будет Некоторое Количество Авторских Эземпляров Либо Прислать ее Мне для Автографа Тогда я Отошлю Обратно А иначе Не получается То есть Я физически Никуда Ехать Не Собираюсь С ящиком Книг В ближайшее Время Тем более В Канаду Жалко Жалко Но весь Тираж Вся Выручка Идет на Украину Естественно И я Надеюсь Что это Будет Самая Моя Бестселлерская Еще Вопросы Пожалуйста По сути По разным Вещам Здесь Есть Много Людей Мне Не Очень Знакомых Поэтому Может быть У вас Есть Вопросы Я отвечаю На все Кроме того Не родственник Лея Афанасия Нет Не родственника Можно Мне Можно Мне Задать Вопрос Да Гриша Пожалуйста Это Григорий Яновский Из Новой Зеландии Между Прочим Он Так Далеко Что у Него Время Подходит К Наш Оклендские У нас Сейчас Полдень Следующего Дня Во-первых Виктор С удовольствием Поздравляю Живьем Глаза в глазах Называется С Новым Бэбиком С новой Книжкой Это Всегда Волнительно Правда Я привык У меня Их Много Я привык Нет К этому Ну К этому Хорошо Хорошо Скромно Заметил Он Вот Хочу еще Отметить Что Взрыв Поэтической Активности Который Произошел У вас На фоне Войны Ну Это Как Извержение Вулкана Это Здорово Вот И понятно Чем это Вызвано Я думаю Что Вы К этому Относитесь Уже Не скажете Что И К этому Я Привык Нет К этому Я Совсем Не Привык К этого Никогда Не Я Не Не Ожидал Что Это Когда Либо Будет Это Опять же Очень Трудно В этой Ситуация Как Обсуждать Себя Это В общем То Ой Ну Что Что Тут Скажешь Опять же Я повторяю Что Для тех Кто Не Не Пишущий Народ Мы Не Пишем На Заданные Темы Кроме Когда Мы Пишем Конечно Дню Рождения Какой Нибудь Акрастих Это Другой Жанр Альбомные Стихи Но Я Никогда По крайней Мере Не Знал Начиная Стихотворение Чем Оно Кончится Не Знал Более Того Я Поделюсь Таким Интересным Как Творческая Кухня У Меня Про Это Написано Даже Статья Но Я Поделюсь Такой Вещей Которая На Большой Выборке Все Таки 50 Стихотворений Она Стала Заметнее Гораздо Чем На Отдельных Когда Начинается Стихотворение Писаться Я Настаиваю На Такой Возоротной Форме Когда Начинает Писать Себя Я Помогаю Развернуться Кристаллизоваться У Него Есть Траектория Такая Называется В науке У нас Морфогенетическая То Есть Ну Как Развитие Цветка Раскрытие Формирование И Когда Оно Доходит До Какого-то Предела Его Нужно Очень Осторожно Закончить И У Меня Это Не Всегда Получается А Вот Начало Его Часто Приходится Отрезать Или Переделывать Обычно Отрезать Затравку Потому Что Оно Тебя Уводит В другую Тему Меня И Ты Потом Смотришь А вначале Там Что-то Не То Поэтому Если Оставить Такая Разнородность Это Микрофон Очень Фонит Или У кого-то У Я Заметила Выключен Микрофон У кого-то Может Что-то Про Что-то Про Хорошо Значит Спасибо Гриша Огромное Спасибо Григорий Я прошу Прощения Вопрос Ты не задал Да Доподайте Конечно А вопрос У меня Вот какой Он такой Назовем его Академического Что Что вам Что вам Все Так Мы Как бы Оттуда Да Вот Это Из Какой-то Позапрошлой Жизни Но Тем Не Менее Что вам Известно О позиции Наших Академовских Ученых Городок Если Можно ли Что-то Обобщить Понятно Что все Очень Индивидуально Вот У вас За спиной Тихий Океан Возможно Что и Нет Возможно Что и Море Торреса Нет Нет Тихий Океан В любом Случай Это Хаба Ну да Но это Все равно Тихий Океанский Я просто Хотел Сделать Сравнение Мне Сейчас Известно На Новосибирском Академгородке Григорий спрашивает Что там Сейчас Происходит Это То же Самое Что Что наблюдает Об океанской Жизни Человек С пляжа Он Ничего Не Видит Какую-то Медузу Выбросил И какой-то Дельфин Выпрыгнул Я знаю Что там Много Людей Которые Не Поддерживают Войну Для меня Доносятся Отдельные Голоса Я знаю Также Что там Есть люди Которые Ее Поддерживают И Видимо Большинство Оставшейся Там Интеллигенции Думаю Молчит И не Поддерживает Но Вот что Меня поражает Я понимаю Что это Психологическая Травма Но то Что люди Я бы Сказал Не стесняются Делать Вид Что все Нормально То есть Они делают То Чего Они могли Бы И не Делать Например Устраивать Всякие Конференции Развлечения Понимаете То есть Не очень Хорошо Смотрится Особенно То Что мы Можем Увидеть В открытом Доступе Мы же Не там То есть Вот эта Вся Коммуникация Технология Играет С нами Странные Шутки Мне Часто Говорят Оттуда Из России Из Украины Что мы Здесь Не можем Судить Потому Что мы Не там Находим Ну вот Несмотря На всю Технологию Я знаю Что людям Нужна Наша Эмоциональная Помощь Несмотря На то Что мы Редко Можем Чем-то Реально Помочь Кроме Сбора Денег Но Мне Тоже Говорили Неоднократно И вам Наверняка Что им Нужны Не только Деньги Но прежде Всего Нужно Знать Что О них Знают Что О них Думают Ежедневно Это Это всем Понятно У меня Нету В России Сейчас Близких Родственников Есть В Украине Но Тем не менее Нет С городком И с другими Интеллектуальными Очагами Ситуация Плохая Мне кажется То есть Глядя Ну опять же Смею ли я Об этом Говорить Мне вчера Сказали Что я не Смею Потому Что я написал Открытое письмо Оно у меня Есть В фейсбуке В этот Укенд В Петербурге Состоятся Набоковские Чтения Ежегодные Как будто Ничего Не произошло Я понимаю Людей Из Пушкинского Дома Которые Организуют Они Это их жизнь Да Но и они В принципе Наверное Их бы не выгнали Если бы Они отменили Конференцию Но я не понимаю Словистов Иностранных Из Европы Израиля Америки Конечно Они туда не поедут Они по зуму Будут выступать Но они Не смогут Подставить Своих Питерских Друзей Заявив О своем Протесте Против войны В этом Формате Это было бы Неразумно А просто Сделать доклад По семиотике Набоков Делая вид Что ничего Вокруг не происходит Скажем так Мне не кажется Что Набоков Это одобрит Я выразился Грубо Я сказал Это все равно Что делать Чтение по Кавке В Праге В 1939 году Оккупирован Мне сказали Что это Не то сравнение И вообще Ну Опять же Я не профессионал Я вообще биолог Не разбираюсь В их Тонкостях Взаимоотношений Но мне кажется Что Вот Конечно Есть разница Между фашистскими Речами Директора Эрмитажа Петровского Посмотрите Кто не видел Он прямо говорил Что мы империя Которая должна Расширяться В духе Этого Суркова Или Мединского Но Есть разница Между ними Исследователями Из Пушкинского дома Но опять же Кто кого Должен судить Тут понимаете Очень интересный Технологический эффект Мы все это видим В живом В живом эфире Или даже раньше От знакомых Узнаем Чем что-то случается И ни у кого Нет времени Провернуть Ничто назад Такого все таки Не было никогда Тоже относится Наверное И к военным Вещам В которых я Совсем Не разбираюсь Но Вот меня В пятницу Будет Геннадий Кацов Записывать На русское радио Там я должен Выступать В качестве Комментатора Текущих событий Я что-нибудь Скажу Конечно Всегда рад Поговорить Но Но мы Заболтались А публика Начинает Можно задать вам вопрос Да пожалуйста Конечно Вы Ну Сначала Несерьезный вопрос Вы отдыхали В Каролина-Бугас И Может быть Вы знаете Деревню Шабо Да я знаю Про нее Я там не был Да конечно Это там рядышком Там я Там я отдыхал Винсовхоз Шабо Да Это Это Несерьезный Вопрос Я Попытаюсь Не считайте Что это Провокационный Вопрос Пожалуйста Я замечу Что Мой Одноклассник Вертмене Погиб Когда в его дом Попала ракета Так что Никаких шуток И никаких Двузначных Пониманий Моего вопроса Не должно быть Значит Вы Очень хороший Поэт И Видимо Очень хороший Ученый Биолог Как у Биолога Я у вас Ну Не то что Процитирую Это наверное Не точная Цитата Что Выживает Не самый Сильный Из видов И Выживает Не самый Умный Из видов А Выживает Вид Который Умеет Наиболее Лучше Приспособиться К Изменяющимся Изменяющимся Условиям Этот Дарвин Так сказал Я Я Так сказать Не буду Забирать Эту цитату Из его Уст Но вы Наверное Знаете Так вот У меня вопрос Применяя Применяя Вот такое Вот Высказывание К текущим Событиям Которые О которых Сейчас Речь О которых Вы говорите Как вы Считаете Можно ли Как-то Их Объединить И предсказать Что-то Сейчас Отвечу Последние Значит 150 лет Интерпретация Идеи Дарвина О которых Вы говорите Привлекало Внимание Многих Людей И стран Дарвин В свое время Сетовал На то Что его Неправильно Понимают Цитату Другую Приведу Из него Теперь Все думают Что я считаю Что Наполеон Был прав И что Всякий Лавочник Который Обжуливает Своих Клиентов Тоже Прав Далее Появилась Довольно Быстрая Интерпретация Названная Социал Дарвинизмом Которая Породила Все Последующие Известные Нам Социальные Теории Движения Конца Девятнадцатого Начала Двадцатого Века Как то Социализм Нигилизм Фашизм И все Прочее Поэтому Мне кажется Что Переносить Биологические Идеи Девятнадцатого Века На современную Политику Совсем Ни к чему Это было бы Как пытаться Компьютер Скажем Паром Заводить А вот Насчет Моих Взглядов На современную Ситуацию И что Какие Могут Быть Предсказания Я думаю Что Предсказания Очень Однозначны Здесь Военная Победа Я об этом Сказал В начале Марта Я не Изменил Своё Мнение Единственное Чем Должна Кончиться Данная Ситуация Военная Победа Над Российским Режимом Международный Трибунал Над Военными Преступниками Суды Репарации Покаяние В общем Что-нибудь Такое То есть Это я говорю Что должно Быть А что Будет Я не знаю Извините Извините Меня Пожалуйста Как вы Понимаете Военную Победу А в смысле Вы хотите Чтобы я Сейчас Прогнозировал Реальную Победу Украинской Армии Что для вас Является Военной Победой Как минимум Как и для Правительства Украины Как минимум Восстановление Ее территориальной Целости В границах На Начало 2014 Года И все А дальше Уже Можно Разговаривать Я по-моему Там спорных Территорий То и не было Никто Кажется Не претендовал На Белгородскую Область Вот Но это Завело Нас Довольно Далеко Далеко Почитай еще Пожалуйста Спасибо Владимир Спасибо Мне были Очень интересные Вопросы Хорошо Значит Из той же Книги Солнцестояние Написано Конечно 22 июня То есть В день Солнцестояния Язык Язык Мой Якорь Мой Стальной Он Заключен В моих Оковах Он Навсегда Уже Со мной В глубинах Дней Известняковых Там Солнце Наших Прошлых Лет Всегда Стоит В зените Юга Слова Летящие На свет Уже Не узнают Друг Друга Слова Чем Дальше Тем Тем Темней Через Века Напласт Ваний Теряют Смысл Своих Названий И родственность Своих Корней Они Из Крыма И Из Рима Их Магия Неповторима Там Ноты Брошенного Рая Еще Валяются У края Я помню Вкус Июльской Сливы И запах Сладкого Вина Там К морю Тропочка Одна Спускается Через Обрывы Там Не Кончается Война И Карты Рваные Края Опять Накладываю Я На Цареградские Проливы Почему заменили слово непостижимое на неповторимое Спасибо за редакторское повторение замечание Лучше рифмовать Хорошо Лейбниц Я про Лейбница мало знаю Это фантазия конечно Но я знаю Что Кроме его беседы Известной с Наполеоном Он Представлял мир Сделанным Из очень маленьких штучек Называемых монадами Я Не Совсем Уверен Что Это Атом И Думаю Что Не Очень Грядущий Лейбниц Сможет Рассмотреть Материю Где Ножницами Парка Бесчисленное Множество Прорех Натыкала Ткань Превративши В сеть Сквозь Целлофан Заветного Подарка Нащупываю Греческий Орех Скорлупку Содержащую Ядро В котором Есть И слово И добро Неясно Есть ли У ореха Друг Возможно Мандарин Лежащий Рядом Ведь он И вправду Пахнет Райским Садом Где Родника Альпийского Вода Содержит Всех Ручьев Рек Истоки Времен И царствий Замыкая Круг Об этом И опрочем Как всегда В газетах Пишут Ложные Пророки Под Западно-Сибирской Широтой На грязном Льдом Залитой Детской Горке Отжарские Оранжевые Корки Валяются Как в Вечности Пустой В пустом Шкафу Забытые Предметы Квартир Съемщиков Унылые Приметы Застрявшие В прорехах Бытия Как штраф Просроченный Как мысль Моя Следующий стих написан 8 мая Здесь Есть Два Примечания Слово Пря Означает На старославянском Борьба Война Пря Как раз Пря Вот А дальше Идет Цитата Из скандинавской Терминологии Скандинавских Средневековых Метафор Значит Там сложно Это я Позаимствовал Льва Лосева У него есть Стихотворение Под названием Лебедь Пота Шипа Ран Значит Шипран Это меч Пот Шипа Ран Это кровь А лебедь Пота Шипа Ран Это ворон Это все реальные Термины Которые им пользовались Скальды У них были Многочленные Такие Метафоры Ну короче Здесь у меня В стихе Объяснено Спор Мне говорят То спор Славян То пря Колонии С державой Все тот же Потный их Слово что державен Сегодня я держу в руках Но мы на разных языках Давно и думаем и пишем Нам просто Мнится что мы Слышим их голоса Как эхо горной цепи Но это Иллюзорный эффект Они не слышат У нас у нас У нас уже не тот Кавказ А потому Убийца В Риме В Алеппо И в Иерусалиме Чернигове Или в Крыму Все есть убийца И ему не избежать Перезагрузки Исходных ценностей Когда На стогнах Страшного суда Он будет отвечать По-русски И вот тогда Я все пойму На этом дальнем берегу Где вал Атлантики негневный Как мало сделать я могу Когда война Как боль в мозгу Как камень в полости душевной Присутствует внутри меня И ни минуты нет ни дня Когда бы дух мой был спокоен Покуда украинский воин Стоит перед стеной Огня Я не могу постигнуть это Сквозь сон ума Сперва был свет Но ведь до света Царила тьма Когда Адам Ушел из рая А с ним и мы Тогда и началась Вторая эпоха тьмы Когда Аврам Собравший крохи Покинул Ур Тогда и начался Эпохи прощальный Тур Пока Ветховенских аккордов Дрожит струя Горит трещи Мой шнур Взойди галактикой Сверхновую Где касса звездная Наборная Тускнеет Россыпью Сверхновую Сверхновую Где мир Расстался с алфавитами С их инфантильной Наивностью Со временами Позабытыми С пространства Стройной Непрерывностью Мне снятся сны Антропогенные В них как янтарные Инклюзии Застряли буквы Довоенные Мои Январские Иллюзии Я думаю У всех были Январские Иллюзии Но в феврале Они прекратились У большинства Поэтому Мне кажется Что мы действительно Присутствуем В том самом моменте Который так Описал Тючев Я не помню Кажется довелось ли Дипломату Тючеву Присутствовать При При Войнах Каких-то Может кто-то Мне напомнит Но кажется нет Больших войн Разве что В 48 году В Европе Но мне кажется Он лично Нигде не участвовал Отличие кстати От Пушкина Который же с восками Паскевича Вошел В Арзрум В Турцию Я уже не говорю Про Лермонтов Спасибо Значит Я говорил Что в книжке Есть еще довоенные Стихи Если вы не устали Я могу Напомнить Тем Кто читал И прочесть Парочку Они образуют Такой пунктир Я выбрал Не случайные Я выбрал те Которые в принципе Ну Не предвидениями Но какая-то Экстраполяция В них есть Вот например Один я сейчас Прочту Это мой любимый Довольный стишок 2009 года Девятый Это уже после Грузии Конечно Я проехал Долины реки Где родился Полвека Тому По периметру Там пески Простирающиеся Во тьму Или рифтовые Долины Где водился Индрикотерий До разрозненные Руины От которых Курится дым Нас учили Что для империй Доступ к морю Необходим Но пока Они суть Постигнут Мир по-своему Переделов Ты в пустыне Не будь Застигнут Расширением Их пределов Ведь они Зачерпнут Шеломом И омоют Свои штыки У развалин Что были Домом Возле русла Моей реки Где устраивались Пикники Где играли Спектакль Потешный И где Песня моя Звучала Где корабль Отошел Поспешный От обугленного Причала Мне кажется Что я Еще не читал Этот стих Ни разу После того Как началась война И он сейчас Зазвучал Совершенно по-другому Чем на протяжении 13 лет За которые Я его много-много Раз читал За эти 13 лет Когда я его читал Он выглядел Наверное Как такое Далекая фантазия Некая На военные темы Но уже была И Чечня И Грузия И мало ли что Было и до того А вот другое Это 2005 год Слепи себе Из пластилина Очередного Властелина В зеленой тоге Без лица Дай в лапки липкие Монету Как потемневшую Планету Где жить придется До конца Под властью Этого слепца Потом Сожми его В комок Чтоб больше Зла творить не мог Чтоб дать урок Иным тиранам Забрось в коробку Под диваном Потом Прошелестят Века И археологи В пустыне Найдут Монетку В середине Окаменелого Комка И с осторожностью Великой В музейной зале Под стеклом Положат след Эпохи Дикой Игравшей В поддавки Со злом Кажется звука Нет Нет Все Сейчас Есть Все Значит Мы продолжаем Но если Есть еще Какие-то Замечания Вита Сколько у нас Еще Стараемся Держать встречу Не больше Полутора часов Минут 15 Как скажете Ребята Без отвлекающих Вопросов Может быть Что-то О стихах Комментарии А лучше Вопросы У меня вопрос Добрый день Вы не планируете Совместное выступление С украинскими Поэтами Пишущими На русском языке С Кабановым С Ириной Иванченко Борисом Херсонским С Михаилом Юдовским Хотя он Живет в Германии Но часто Бывает В Украине И пишет Я не занимаюсь Активно этим То есть Я никого из Никого из Названных вами Именно Я просто не знаю Я не знаком с ними И В последнее время Я Нет Такой инициативы Не было ни у кого Я Участвовал В нескольких Не очень открытых Форумах Более частных Но Ко мне никто не обращался И я никого просто не знаю Я с удовольствием Бы присоединился Если бы была Какая-то Такая инициатива Но я Честно говоря Не знаю Практически Лично Никого из Вами Названных Я Заодно Наверное Должен Упомянуть Что мы Собираем Ежегодный Сборник День зарубежной Русской Поэзии Это издательство Литературный Европеец Который издает Еще вот этот Журнал Вот И Сейчас Журнал Даже стал Более толстым Насчет Военных Материалов Там идут Очень Интересные Дайджесты И стихи Вот я тоже Там конечно же Печатаю Не только я Но мы ежегодно Создаем сборник И вот новый сборник Мы думали о том Каким он будет И мы решили Не Делать его Исключительно военным Потому что Это будет Не очень справедливо По отношению к поэтам У которых нет Военных стихов Но Конечно Мы ожидаем Что он будет Большей частью Военной И Я например Дам туда только Вот эти Текущие стихи Что у меня просто Других Более давних Уже нету А Мы дадим Там Какое-то место Украинским Поэтам Конечно Вот я сейчас Хочу прочесть Еще пару стихов У меня еще Есть время Вот это Может быть Все помнят Стихотворение Моего Однофамильца Афанасия Фета Чудная картина Как ты мне родна Чудная картина Есть у Фета С детства Точно помню Этот снег И коней Со скоростью Света Монотонно Бесконечный Бег Мы летим Без компаса Без карта Звезды Замерзают На лету Наши сани Как собачьи Нарты Вечно Разрезают Мерзлоту Только По чьему же Приговору Под гиперборейской Луной Нас прибили К снежному Простору Посредине Вечности Дурной Разум Умирающий От боли Не вмещается В картину Сна Снег Покрывший Выжженное Поле Освещает Красная Луна До той поры До той поры До коле И пока Все буквы Сохраняются В обоймах Сгоревшей Оболочки Языка Мы держим Путь Сквозь Плавни В диких Поймах В необозримой Чаще Тростника Паскаль Сказал Он Мыслит Но Паскаль Ошибся Мы Не чувствуем Ни слова Ни даже Дуновения Живого В застывшем Замершем Оледенелом Замершем Пустотелом Тростнике Как будто Нас Нарисовали Мелом На довоенной Грифельной Тоске И вот Последний стих Который я хотел Прочесть Сейчас Из новых Называется «Мой мир» В нем В общем-то Военного Особенно нету Это скорее Такой Дайджест Детских Снов И воспоминаний Который Я надеюсь Что многие Узнают Различные Описанные Здесь Вещи Растекаяся Мыслью По древу Сознания Замечаю На ветках Висят Примечания Словно Проволочки Сохранившиеся От разбившихся Шариков Так В пространстве Вися Над привычную Бездною Шарик Земной Бесконечно Вращается Передо мной Или В мысли Моей Не могу Перестать Этот сон Фолиант Ежедневно Листать Многотомную Книгу Из давних Времен Черный Золотом Дивный Брагаус Ефрон Папиросной Бумагой Прикрывший Мой взор На создание Мира Что был До сих Познаваем Осмыслен Реален Любим Хоть и Черная Бездна Висела Над ним Этот Ёлочный Шарик Бывал Золотым И серебряным И голубым И декабрьские Сны В этой детской Игре Продолжались Еще В январе Научившись Читать Мы Один На один С грозным Холодом Мира Вразлад Подымали Копье За прекрасных Ундин Из подарочной Книги Баллад Поражали Дракона Что дышит Огнем В бой Бросались За мир И покой И границу Свою Между явью И сном Пролагали Тетрадной Строкой Спасибо В качестве Десерта Я сейчас Найду Еще Одну Вещь А пока Пожалуйста Спросите Меня Виктор Извините А разве Барагаус Был черный Золотом Мне казалось Он был Темно-краст Ну вот Мне Мне запомнился Черный Золотом Может быть Это был Не Барагаус Может Это был Гранат А гранат Не важно А вот Можно Продолжая Тему Академ Городка В марте Где-то Я увидел Фотографию Где ВЦ Так интересно Освещено Желто-блакитный Половина Синя Половина Желтая И непонятно То ли это Освещение Такое То ли это Фотошоп То ли что Вам не приходилось Это увидеть Нет я не видал Зато я видал В мае Своих знакомых Делающих Реенактмент В сталинской Военной форме И это мне Не очень понравилось Хотя я понимаю Их сантименты Но опять Можно было На 9 мая И не делать Реенактмент А тем более Вечера Военных танцев Рио Рита Мне кажется Что это Дурной вкус Во время войны То есть Это конечно Не детишек В форму одевать Но себя Вот Я тут хотел Виктор Извините А вот Вы сегодня Присылали Последнее Стихотворение Слова Это были Да Хорошие По-моему Слова называется Свеженькая Можно сказать Со сковородки Сейчас прочту Но это Кто помнит Был такой Раствор Люголя Которым Горло Мазали Кстати Не только Горло Он И для Горла И для Пищевого В смысле Как по-русски Называется И для Глотки И для Горла То есть Смазывали Для Дезинфекции И лечения От бактерий Это Раствор Йода В йодистом Калии И он Еще Был Сладковатый Но Это Это Называется Глоток Лина Это Это Не слова Это Что-то Другое Глоток 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 Сейчас Я его Найду Но Задайте Мне пока Еще Какой-нибудь Вопрос Я вижу Что Сергей Тут Сергей Поставил Сергей Что вы Поставили В чат Что это Именно Не знаю Сергей Не отвечает Хорошо Вот этот Стих Глоток Я думаю Что где-то Есть исток И разума И языка А значит Мы дойдем До родника И зачерпнем Слова Которые Пока не встали Горло Поперек Ведь Каждый Нынешний Глоток И вдох И выдох Есть усилие Ожог Раствор Люголя Детские Глаза Открыты Миру Отражают Боль В них Свет И тьма И гоголь И люголь И тютчевская Майская Гроза И блок Со скифами И взрослых Разговоров Подслушанный Туман Там кто-то Воевал В чужих Краях Там где Нагорный Перевал Как Ганнибал Взбирается Суор В швейцарских Альпах Эти имена И камни Трескаются С каждым Годом Своим Потоком Как весенний Сель Смывая Русло Завоеванных Земель Горя В гортани Сладким Йодом Ушла Моя Безумная Страна Состряв В мозгу Как рыбья Кость Люголь Иссушит Душу Что осталось От книг Есть память От колоса Есть ость От взорванного Храма Есть стена Фантомные Слова Слепая Жалость Глоток Надежды Бешеная Злость Йодистого Калия Усталость Спасибо Здорово Конец Классный Йодистого Калия Усталость Я даже не понимаю Что это значит Но это Так вышло Именно этим Здорово Так оно Так оно И есть Теперь я вас Развлеку на десерт Цитатой Почти 50-летней давности 48 лет Этим стихам Значит Это довольно Длинный Сам Фарс Про Нерона Я ничего не знал Про Нерона Я просто лежал На берегу В Одесской области В Каролине Бугазе И фантазировал Фантазировал Для Чтобы было не скучно В шекспировских Ямбах Без рифмы Пятистопных Там Вы прочтете Это есть И в книге Это опубликованное В других местах Я могу и прислать В общем там сюжет Я сейчас не буду описывать Но финал там такой Нерон в конце концов Обезумел И захотел Естественно Сжечь Рим Как мы знаем И вот монолог Нерона То есть царя Императора Который Процарствовал Актером Царь не может быть Все ясно Прилипла маска Не сорвать ее Так что же остается Жить и ждать Пока весь этот грязный Вечный город Повыломает площадей Булыжник И линется на мой дворец А может все это Будет проще И спокойней Мой друг Мой новый брут В меня вонзит Кинжал во время сна Или поднесет Мне в триумфальном Кубке Дозу яда Или на скачках Острая стрела Вонзится Меж нейроновых лопаток И я паду Под конские копыта Что сделать против этого могу Врагов я уничтожу Так друзья врагами станут Сторону народа Прямо меня Патриции Прирежут А буду за Патрицией Вдержаться Меня народ мой Рано или поздно На мелкие кусочки Разорвет Тираном стать Ведь я тираном Стану Каллигула Наперстник мой Незримый И Диоклетиан Садист грядущий И Ромул Правотец Убийца Рема И этот город Вечный город Рим Верят Нерону Стать тираном Боги За что вы мне Вручили эту роль Ведь я плохой актер Но может статься Я режиссером Буду неплохим И твой конец Поставлю Так как надо Мой изувер Палач мой Раб мой Рим Где я оставил Спички Эй Солюсти Солюсти Это слуга Мой Цезарь Я Нерон Ты слушаешь Солюсти Мой Цезарь Я весь Внимание Нерон Коробку спичек Найди на кухне Старые газеты Возьмешь И паклю И вязанку дров Из четырех концов Подпалишь Рим Все ясно Выполняй Солюсти Мой Цезарь Рим гореть Не будет Нерон Как? Что ты сказал? Солюсти Мой Цезарь Рим Гореть Не будет Нерон Что? Как ты посмел? Солюсти Гореть Не будет Рим Пропитан город Сыростью Тумана Идущего От северных Болот Сегодня Влажный день А потому Случится может Рим Не вспыхнет Сразу А тлеть Начнет Нерон Так нефтью Обольешь Побольше нефти Захвати Солюсти Мой Цезарь Я понял Вас Нерон Пускай же Он сгорит Виктор Я так понимаю Что на этом моменте Надо сказать Что на этой Оптимистической ноте Но Все-таки Мне бы хотелось Сказать Насчет Оптимистической ноты Что Ну хочется Думать Что Рим Гореть Таки не будет Все-таки Рим Рим Нет А Карфаген Должен Да Было сказано И предсказано Много раз Картаго Деленга Эст Если правильно Делаю ударение Да Насчет Оптимизма И Пессимизма Все-таки Я думаю Что десятки тысяч Как у вас Это маловато Потому что В Израиле Миллионы Русскоязычных И Русских И из них Конечно Больше половины Всяка Поддерживают Украину Да Да это Бог Да это Бог Чтобы Все кошмары Поскорее Закончились И Наладилась Человеческая Жизнь Друзья Спасибо Огромное Виктор И может быть Виктор Фед Будет писать Лирические Стихи Да И тематика Сменится Ну Виктор Правильно Сказал С самого начала Что лучше Лучше бы Лучше бы Такого повода Не было Это 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 правда Значит У очень многих Волна Волна Вдохновения Захлестывает Ну не дай Бог Такое Вдохновение Булгаков Сказал бы То же самое Да Да Извиняюсь Заболгал Зависклоны Сори Там есть И черный И золотом И красный Я хочу Один Комментарь Да Два слова Несмотря на Присущий Всем нам Оптимизм Который Вы только что Выражен Пожелание Судя по всему Судя по мнению Экспертов Все это Потребует Время Увы Кто бы сомневался Кто же бы сомневался Так что запасемся терпением Надеяться Запасемся терпением Силами И Чтобы не иссякало Желание помочь Будем помогать Да Мы делаем Спасибо Спасибо Все делаем Все что можем Друзья Спасибо огромное Виктор Большое спасибо Прекрасные Стихи Широкой Дороги Твоей Новой Книги Вот И Значит Я поставлю Переживая Трансляция Есть уже На фейсбуке И Я поставлю Запись На наш Ютуб канал Вот И Значит Виктор Поставь пожалуйста Прямо в комментарии Там и сам Ссылки на книгу Где ее можно купить Специально укажи Что Все деньги От продажи Пойдут На помощь Украине И туда И в Ютуб Запись Тоже В комментарии Хорошо Обижать И пожалуйста Друзья Все там Фонды Способы Помощи Очень Приветствуется Огромное спасибо Спасибо И хорошего 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 Уже Конца июля Наступающего Августа Вот И Мирного неба Очень рада Всех видеть Хотя бы На зуме Торонцев Торонтовцев Уже Давно Спасибо Друзья Счастливо Пока Спасибо Спасибо Спасибо. Вита, спасибо вам за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Спасибо, ребята.